МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Дневные новости на ТВ21+, в студии Всеволод Краснов. Северный морской путь, развитие кораблестроения, торговля и туризм. Губернатор Андрей Чибис встретился с генеральным консулом Китайской народной республики в Санкт-Петербурге Ван Вэйнли. Стороны обсудили основные направления сотрудничества. Сегодня Кольское заполярье становится одним из наиболее значимых регионов страны, которые активно ведут внешнюю торговлю с Китаем. Интерес для обеих сторон представляют сферу туризма, предпринимательства, образования. Прежде всего, это возможности в логистике, это наше конкурентное преимущество, наш Мурманский транспортный узел, который мы активно реализуем. Все это новые возможности для сотрудничества с партнерами по перевалке грузов, ну а впоследствии, может быть, и для реализации совместных проектов на нашей территории. Это очень потенциальный, динамичный город, область и уникальное географическое расположение у вас в области. И здесь северные ворота, северные ворота, море. Товарооборот между Китаем и Мурманской областью за год увеличился почти в два с половиной раза. Специалисты прогнозируют, что и дальше он будет расти. Особенно это касается рыбы, оборудования и даже автомобилей. Тем временем в Мурманской областной думе обсудили скандальный законопроект. Предлагаемые изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными стали предметом дискуссии на рабочем совещании. Сейчас в Москве парламентарии говорят о необходимости дать регионам право самостоятельно разрабатывать политику решения собачьего вопроса. В том числе речь идет и о возвращении эвтаназии, которую запретили в 2018 году. В целом депутаты, общественники и муниципальные власти сходятся во мнении. В Мурманской области нормативно-правовая база в этой сфере сейчас сбалансирована и не требует серьезных изменений. Решение, поддержать новый закон или нет, региональное ЗАГСобрание сможет принять после рассмотрения проекта в первом чтении в Государственной думе. Главы муниципалитета и администрации Мурманска представили городским депутатам отчеты о работе в прошлом году и рассказали о планах на будущее. Основными темами докладов стали социальное и жилищное строительство в столице Заполярья, дороги и земельный вопрос. Сначала на заседании городского совета выступил глава Мурманска Игорь Морарь с итогами работы в прошлом году. В первую очередь он уделил внимание строительству социальной инфраструктуры в городе. В рамках национального проекта «Демография» завершено строительство двух дошкольных учреждений. В 2020 году открыт детский сад на 196 человек в районе улицы Достоевского и на 80 человек на улице Катана-Курликовой. Сегодня доступность дошкольного образования в Мурманске составляет 100%. Эту тему продолжил и глава администрации Юрий Сердечкин. Говорил не только о выполненных планах, но и о новых проектах. В следующем году в Мурманске появятся две школы. Впервые за последние 30 лет. На улице Советской и в Казарменном переулке. Сдвинулся с мертвой точки и вопрос с расселением людей из аварийного жилья. Сейчас идет строительство двух домов на улице Бредова и Успенского, куда смогут переехать больше 130 семей. Дом на Бредово. Мы в четвертом квартале закончим. Рядом находятся три аварийных дома, которые мы после того, как завершим строительство, постараемся максимально оперативно дорасселить, снести, подготовить это большое пятно под новое строительство. А с учетом того, что напротив строящегося дома есть еще большое пятно, которое мы сейчас получаем от Министерства обороны, мы комплексно подойдем к этому проекту. К продолжению строительной дискуссии подключился представитель прокуратуры. В ведомство продолжают обращаться многодетные мурманчане, которым семь лет назад выдали участки в сопках и на болотах. Главе администрации задали вопрос, когда на этих территориях проведут коммунальную инфраструктуру. Юрий Сердечкин отметил, в районе улицы Мира уже проложили водопровод и подключили электричество. Там можно и отсыпать дорогу. На Шевченко удобство можно провести частично. Но есть участки, обеспечение которых инфраструктурой невозможно, технологически невозможно. Либо стоит несколько миллиардов рублей. Очевидно, что это мы делать не будем. Поэтому сейчас мы обсуждаем, в первую очередь, наши областные коллеги обсуждают этот вопрос, о том, как провести обратный выкуп этих земельных участков. На настоящий момент мы не выделяем новые земельные участки, потому что у нас нету мест, где мы можем людям эти участки предоставить с инфраструктурой. Затронули и тему дорожного ремонта. Работы на улице Подгорной растянут на несколько лет. В прошлом году часть участка уже отремонтировали. В этом году проведут ливневую канализацию. А в 2024-м укатают новый асфальт. Лада Егорова, Андрей Бричко, ТВ21+. Завершилось заседание городского совета обсуждением основных тезисов докладов и голосованием. Работы мурманских глав депутата остались довольны. Единогласным решением отчеты были приняты. Улучшение ситуации в здравоохранении и формирование благоприятной для предпринимательства среды обсудили в Печенском округе представители региональных властей муниципалитета Инурникеля. Речь шла о координации усилий заинтересованных сторон для развития территории. Круглосуточный стационар, стоматология, взрослое и детское отделение. Первая встреча началась в больничном городке Никеля. Участники – глава округа, депутат областной думы, заместитель министра здравоохранения, главврач и генеральный директор Кольской ГМК. У нас сегодня действительно была рабочая встреча с генеральным директором Кольской компании Леоновым Александром Сергеевичем, с представителем министерства здравоохранения Муромской области, заместителем министра был. Мы посетили поликлинику в поселке Никель и потом провели совещание совместно, где обсудили план первоначальных мер, которые необходимо совместно принять для улучшения ситуации в сфере здравоохранения на территории педческого округа. Спектр обсуждаемых вопросов – от ремонта больничных корпусов до привлечения специалистов. Отчасти с дефицитом кадров помогают справиться федеральные и региональные меры поддержки для медработников. Такие, например, как программа «Земский доктор». Переехали к нам четыре доктора. Два доктора уже приступили к обязанностям. Два доктора оформляют документы. Первый полугодие, первые даже три месяца мы ожидаем еще приезд 8 докторов. И у нас проблемы есть с жильем. Эту проблему решают совместно. Муниципалитет предоставляет квартиры, Кольская ГМК помогает отремонтировать их и оснастить мебелью. Администрация работает в тесном сотрудничестве с Норильским никелем, с Кольской ГМК. Соответственно, конечно, и Кольская ГМК заинтересована в развитии территории. Развитие территории – это, в первую очередь, конечно, развитие малого и среднего бизнеса. В социально-экономической трансформации территории, предусмотренной программой развития, которую совместно реализует муниципалитет, региональный власть и Норникель, предпринимательству отводится ключевая роль. И формированию благоприятной для него среды посвятили вторую встречу. У нас маленький коллектив, это 10 человек, которые не хотят уезжать из никеля и готовы здесь продолжать жить, работать, потому что здесь дети, внуки, еще какие-то свои привязанности. И то есть благодаря данной компании мы здесь имеем возможность остаться и дальше не то, что существует, а мы дальше будем работать, жить и развиваться. На базе центра вторая школа предприниматели, наверное, консолидируются, то есть они объединяются, появляются какие-то новые идеи, новые проекты, команды, которые участвуют в этих проектах. Ну и так далее. То есть поддержка компании, она очень важна, она чувствуется. На встрече прозвучало сейчас Норникель и Мурманская область работают над проектом обновленного соглашения о сотрудничестве. Результатом этих встреч могут в том числе стать положение будущего документа. Татьяна Куфенко, Илья Комлев, ТВ21+. Региональный школьный автопарк пополнился новыми автобусами. Это стало возможным благодаря финансированию федерального правительства. Транспорт отправится в города области, Заозерск, Мончегорск, Кировск, Оленигорск, а также в Кольский район. На смену старому транспорту пришли новенькие автобусы. Восемь машин передали в города Мурманской области и одну в детский оздоровительный центр «Гандвик». Мы на самом деле планомерно осуществляем обновление парка автобусов, которые возят наших деток. И на самом деле с передачей вот этих девяти автобусов у нас сейчас парк школьных автобусов обновлен на сто процентов. Сегодня мы вручали по дополнительной заявке автобусы. По основной заявке автобусы будут вручаться осенью. И эти автобусы будут больше вместимости в зависимости от того, какие потребности есть у каждого муниципального образования. Машины оборудованы с учетом всех требований безопасности. На каждом пассажирском кресле удерживающие средства. В кабине система спутниковой навигации. На автобусах дети будут ездить не только в школу и домой, но и организованно выезжать на экскурсии или культурные мероприятия. Александра Пескова, Андрей Бричко, ТВ21+. Где-то посолил, где-то поперчил, где-то подогрел. И речь не о кулинарии. Сегодня расскажем о профессии аппаратчика гидрометаллурга. В эфире наш традиционный проект «Мастера». И следующий его герой – сотрудник химико-металлургического цеха Кольской ГМК Дмитрий Горковенко. Химико-металлургический цех – центр производства концентратов драгоценных металлов. Свою профессию аппаратчика гидрометаллурга Дмитрий Горковенко сравнивает с кулинарным искусством. Аппаратчик – это все равно, что хорошо готовить. Вы хорошо готовите? Ну вот, вы были бы хорошим аппаратчиком. Где-то посолил, где-то поперчил, где-то подогрел. Вот это работа аппаратчика. Он ведет технологический процесс. Ну и получает соответствующие там концентраты, ну и готовую продукцию. Трудовой путь Дмитрий начал с цеха электролиза никеля. Далее работал в механослужбе. Затем перешел в аппаратчики в химико-металлургический цех. И уже более 10 лет работает здесь. За этот период изменилось многое. Появилось новое оборудование. Улучшились условия труда. У нас технологии изменились. Если раньше мы перерабатывали только шламы, то теперь у нас еще есть пенный продукт, который возят с участков лотации. И камерный продукт. Ремонты начались. Началось новое оборудование поставляться. Вот тот же самый пресс. Все пресса у нас поменяли. Они были архаичные еще. Советские там 80-х годов. Теперь все временное оборудование. И работать с ним очень приятно. А что же, само все делает практически. Вот у нас окна поменяли все. Пакеты поставили не так давно. То есть, в том числе и для вашего комфорта? Конечно. Это не только комфорта. Это для работы, для нашей, для всех. Мне кажется, это даже не то, чтобы ускоряет процесс, а эффективность труда повышает. Коллектив в основном мужской. В команде и молодые сотрудники, и производственники со стажем. Следить за каждым не приходится. Где-то что-то подсказать, если что-нибудь помочь. А так у нас довольно-таки хорошие специалисты работают. Молодежь, которая пришла, тоже была обучена. И ребята хорошие результаты тоже подают. Человек увлеченный, позитивный. Коллеги ценят Дмитрия не только за профессиональные качества. У него отлично с чувствами юмора. Он молодец, как бы. Он у нас участник вне производства, так сказать. Всегда поддерживает все начинания Кольской горно-металлургической компании. Ответственный, исполнительный работник. Также он пользуется лидерскими качествами и популярностью в своей бригаде. Он может и поддержать своих товарищей. Вне рабочее время герой нашего сюжета проводит активно. Экотуризм – досуг для всей семьи. Купил большую машину с высокой проходимостью, которая может пробраться в самые труднодоступные живописные места Кольского полуострова. Раньше и спорт был, и участие в спартакеаде. Все это было, но это был пока молодой. А сейчас у меня рыбалка. Жена обычно ждет на берегу. Старший сын проходит срочную службу. Младший разделяет увлечения отца. Палатка, мангал, лодка и мотор. Все необходимое для летнего сезона у них уже готово. Юлия Бараван, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегурск. В Мурманске приняли в строй молодых огнеборцев. На базе пожарно-спасательной части номер 4 состоялась церемония посвящения в пожарные. В торжественной обстановке новоиспеченным спасателям вручили наказы и провели традиционный ритуал. Владимир в пожарный пришел из разведки. Мужчина 15 лет был военным. Теперь вышел на пенсию. Но сидеть сложа руки не намерен. В конце недели уже заступит в первый самостоятельный караул. С новыми коллегами успел подружиться. Дело сильных. Интересно себя попробовать. В этом деле непростом. Коллектив в МЧС, в пожарной охране, но непосредственно про свою часть могу сказать. Очень сплоченный. И приятно с людьми работать, в которых ты уверен. Кроме Владимира, строй пополнили 28 огнеборцев. Они выслушали наставления от заместителя начальника МЧС и получили наказы. Они проходят подготовку из шести программ. На каждой программе они оцениваются. Если человек на какой-то программе остановился, и ему дальше не получается, он принимает решение или уходить, или перевести себя в другом исполнении. Не пожарно, например, а в старшине части. Или водителя перевести, если у него категории. А на самом деле все хотят быть пожарными, все хотят спасать. Традиционно посвящение завершилось давним ритуалом. Огнеборцев поливали водой из пожарного рукава под звуки сирен. После этого можно по праву считать себя спасателем. Кирилл Грепеняк, Максим Кравченко, ТВ, 21+. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 200-й отдельной мотострелковой печенской бригаде Северного флота почетного наименования «Гвардейская». В тексте документа значится, что личный состав подразделения проявил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях в условиях вооруженных конфликтов. Тем временем специалисты Северного флота и Российского географического общества в рамках экспедиции «Помни войну» провели операцию по подъему с Однокольского залива самолета времен Великой Отечественной войны. Истребитель «Аэрокобра» случайно обнаружили на глубине более 100 метров два года назад. Геологоразведчики изучали дно для постановки плавучей платформы «Северное сияние». В прошлом году самолет обследовали специалисты Северного флота и выяснили, что это машина лейтенанта Васина, который 27 июня 1944 года из-за отказа двигателя совершил вынужденную посадку на воду при подлете к аэродрому Ваенга. Хотя море и время не пощадили самолет, его детали, винт, пулемет и пушку планируют использовать в качестве экспонатов для виртуального музея, создание которого на флоте сейчас активно обсуждают. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте тройное WTV21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш Telegram-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. Коротко о погоде в Мурманской области на сегодня. В Кандалакше плюс 4,6 без осадков. В Умбе до 5 градусов тепла. В полярных зорях переменная облачность около 6 градусов выше нуля. В Апатитах без осадков плюс 4,6. В Кировске немного холоднее, до 4 градусов со знаком плюс. В Кавдоре переменная облачность плюс 5-7 градусов. В Мончегорске без осадков около 6 градусов выше нуля. В Лавозере плюс 4,6 без осадков. В Оленигорске переменная облачность плюс 5-7 градусов. В Никеле около 5 градусов со знаком плюс. В Заполярном до 6 градусов выше нуля. Без осадков. В Североморске плюс 4,6. Переменная облачность. Такая же погода ожидает и жителей Мурманска. Такой прогноз погоды предоставил для нас Мурманский гидрометцентр. А наш выпуск завершен. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи на ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин